Испытание его на людях Чтобы провести вот такой ужасный эксперимент над людьми Не только над природой, но и над людьми И его провели Субтитры подогнал «Симон» А у меня вот 38 уже А здесь 41 Сюда наверх пойдем На воронку Ай, вот уже 155 Если правильно показываете Ну, ну, 15 говорили Сядик, почему здесь куча следей? Много отары же пасутся здесь Таба, бараны 244 здесь Поднимаемся, здесь радио немного же Неделю вот бараны, если что подойдут Кося, это, лошадей Тогда только Так Мы здесь живой кролик же Вот там еще он Дальше Азбуса Сагандабирстахангой Появили Парсы уже сендегель Ага За что? Эмниге За здоровье Ага Давай Давай Хорошей ничего не было В общем Только плохие В общем Сюда Я не знал, что я не знал. Он говорит. Вот мой класс. Он говорит. Он говорит. Он говорит. Он Jude. Он говорит. Он говорит. Я Deaf, они знакомы. Легко! Да значит, только потом! Время и то? Модель. Ну! Время и то. Ну! Время и то! Время и то. Надо плачать и сердце. Нет! Другой! Это мы, что-то нет! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это вот 54-е здание Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Дима Торзок Вот, то теперь мы занимаемся только исключительно радиоэкологическими вещами Ну, собственно говоря, это колыбель Это колыбель атомного оружия Советского Союза Все делалось здесь 456 взрывов Испытаний Почему столько? Почему мне два-три? Это вопрос не к нам Это вопрос не к нам Это вопрос Сейчас всеми этими секретами обладает только Россия Казахстан не ядерная страна Мы не знаем ядерных секретов И знать их не собираемся Нам это не нужно Субтитры делал DimaTorzok А вот это и есть монстр Вот он и есть монстр То есть то, что вообще-то Не суразно И не соответствует вообще принятым нормам Черепь Голова Лицо Это разве не монстр? Единственный глаз, да еще и волгу Циклоп Конечно монстр Вот такие врожденные пороки Встречаются по всему миру Мы говорили где-то примерно До полутора-двух процентов У нас В Симплотинском регионе В связи с функционированием Ядерного полигона Исследований Атомной водородной бомб Возможность появления Вот таких вот случаев Гораздо выше Где-то буквально два раза чаще И нужно предпринимать меры сейчас И что? Без последствий не пройдет И от того, что мы сейчас По Строусиному голову в песок зароем Проблема-то не ушла Она осталась Я поэтому говорю Надо вот посмотреть на эту банку Представьте, что это ваш У вашего единственного сына или дочери Желанное ребенок Ваш внук Правнук Правнучка Хотите? Ну, пожалуйста Чего мне вас убеждать? Это ваше желание, оно свято А я не хочу И моя задача не допустить Ну, ничего, тут и есть у нас, да, группа? Я думаю, вообще-то Вот если бы вначале было До беременности проведена Профилактическая работа С элементами планирования семьи Опроса, доведения С наличием генетического паспорта, наверное И исследования генеологической генетистикой Наверное, не допустили бы И это не норма Это патология Обратите внимание, посмотрите Похож ли он на вас, на меня Норма или не норма Отклонение Явно Тяжело И самое главное Это здесь ни при чем Как оно? Жить-то можно? Нормально? Тепло? Ну, тоже мы Был дома Когда-то потом у него отродило, что Ему вот 9 месяцев, 10 месяцев будет А выглядит какой Да, да Пошли, Антония Тяжело это дело И между нами говоря Вот когда понимаешь, с чем имеешь дело И знаешь из-за чего и какие последствия Когда увязываешь И знаешь перспективу Не по себе Вообще между нами говоря Это бесчеловечное дело Вот вы говорите Выбор Вот та сказала Рожу, это Рожу И все прочее Вот им нужно прийти Посмотреть вот это Вот после этого рожания И не нужно, чтобы Айгуль здесь ухаживала А нужно было, чтобы они Если решились И делать это Вот, я что считал, считаю Ответственным выбором Нельзя этому Чего? Айгуль здесь ухаживала Чего? Чего? Айгуль здесь ухаживала? Айгуль здесь ухаживала? Айгуль здесь ухаживала Что? Айгуль здесь ухаживала Что? Айгуль здесь ухаживала Просто ухаживала Я не знаю Шелка Как в потому место В принципе, Бибубилге Айжейберге БезSpace Руссат Такая Бала Табуга Деген Немнего Здесь ухаживала Как же Ужасшил Немнего Безumer Безуслов Безуслов Противопоказ Что? То Что? Господин Семен 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 В 57-м году открыли так называемый диспансер номер 4, секретное учреждение Министерства здравоохранения Союза СССР. Подчинялись мы Москве. Вот это вот история болезни. Всех наиболее пострадавших деревень, расположенных возле полигона. Обследование и анализ этих обследований населения выявляли основные заболевания, которые были сопряжены с радиационным воздействием. Формировали группы риска и так далее. Все это было засекречено, закрыто. Ну, когда я был врачом, невропатологом, то вся наша жизнь была на колесах. Мы обследовали население, возвращаясь помыться, побриться и снова вперед. У нас вот на первом этаже, где сейчас тационар, у нас там была громаднейшая лаборатория, которая занималась этими делами. Мы четко знали, где лежат радиоактивные следы. Мы четко знали, сколько от залежев этих радиаций попадает в организм человека, какие ежегодные дозы получает это население. То есть мы держали руку на пульсе, и мы знали все. Самое главное, что население, вольно или невольно, вот этих районов, которые прилегают к полигону, были втянуты вот в эту игру, о которой я говорил, между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Самую плохую роль сыграл, конечно, Советский Союз, потому что он позволил своим гражданам пережить самую настоящую ядерную войну. Там думали о первентивной ядерной войне, что если она будет, нужно будет знать, что же происходит с людьми. И поэтому никого никуда не выселили. И поэтому смотрели, сколько умрет, сколько заболеет и так далее. Вы не чувствуете себя чуть-чуть виновен в том, что вы участвовали на эксперимент Советского Союза? Уважаемый мой, как далеки мы друг от друга с морально-этической точки зрения, с знаний того времени. Вы задаете этот вопрос, правильно, наверное, и делаете. Но ответа на этот вопрос нет. Просто нет. Я не могу этого объяснить. И вы этого не поймете никогда. Что такое бывший Советский Союз? Вы этого никогда в жизни не поймете. Вот такие вот удостоверения выданы всем, кто... кто проживал, родился в Симпатинской области. Понял, да? Все считаются, что они пострадали вследствие ядерных испытаний на Симпатинском испытательном полигоне. Вот написано. Ты понял? Поэтому о том, что пострадали мы или нет, говорит не о чем. Вот он, факт, он есть. Государство подтвердило официально, есть закон специальный о пострадавшей на Симпатинском ядерном полигоне. И у нас есть определенные льготы по сравнению с другими жителями Казахстана. Есть ли на приеме? Давайте отсюда начнем. Приветствуем, дамы. На приеме медико-генетическое консультирование, поликлиника, перинатального центра. Доктор Айнур, тоже где-то. Вот сейчас он ведет как раз прием одной из пациентов. Значит, впервые государство в массовом порядке и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи проводит генетический скрининг беременных и новорожденных. Но обследуется обычно с подозрением, забирается где-то порядка 70-80 в месяц, так получается. Подтверждается, ну, так в целом, скажем, порядка 6%. Да, на основании данных генетических исследований и биохимических исследований скрининга, генетического скрининга, биохимических маркеров решается вопрос о прерывании, досрочном прерывании беременности. Есть определенные сроки, в основном, это до 22 недель. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В семье я не буду заниматься. Так, как я буду заниматься. Я буду заниматься. Эй, это не. Я не могу больше. В этом году я буду заниматься. And I would like to go to the house with my mom. And I would like to go to the house of my house. I would like to go to the house and get to the house. Откуда вот эти? Раздвигление. Шахта. 32 покажу. Уже... 3 2 же новую. Здесь... Они... Атары. Первая работа у казаков. Это... Пасы животных. Ка-а-а. Как, как, как! Слезет? Да. Слезет? 30 метров. 100 метров. Кишки. 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 Садик, водка серьезно защищает от операции? Серьезно, я имею в виду, или это шутка? Это... Спирт на ежи. Что... От желудка ничего... Ничего зарядилось. Сперва. И это радиация? Как думаете? Радиация с первого желудка попадешь. Сперва. Надо желудка почистить. Сперва. Это... Гранитный камень, да? Вот 12. 12. Это непосредственно из котловой полости, так называемой. То есть там, где, собственно, происходил взрыв. То есть вот разница. Ну, вот 140, 150. Сейчас показываю. Почему это работает только быстро? Потому что оно слишком сильно падает. Это вот к вопросу о том, оказывает полигон, не оказывает влияние. Вот это излучение, оно очень резко падает с расстоянием. Почему я вам и говорю, что вот если я сяду на этот экспонат, да, и буду на нем сидеть, то вот это будет плохо. Это опасный сценарий моего поведения. А если я отошел вот сюда, ваш же прибор это показывает. Все. Уже эффекта такого нет. Померли, например, 300 вот на том, даже во время снега. Ну, то есть как, это повышено, безусловно, но это немного. Если фон 15-20, в 15 раз выше фона, это немного. Вот эти объекты, их наличие в настоящий момент не может никак быть причиной в настоящий момент там всяких ужасов, которые показывают. Там типа уроды и так далее. Нет, это никак не может быть невозможно. Почему? Потому что дозы маленькие. По ту сторону. В общем, конечно. Не бег하고, они Igбл��ает на грехах и на море ослепится о димах и в stone. Вообще зналя, если вы, то ли не видел. Я не верю, я верю. Я верю, верю. Алла. Кет парам, да и я. Субтитры делал DimaTorzok Это вообще-то любой нейропатолог знает Вот когда мы сообщим, что это тяжело и страшно Согласится ли она, как ты говорил, бесстрашно родить монстра или урода? Субтитры делал DimaTorzok Доктор Садыкпекова, генетик Сейчас она ставит вопрос о необходимости подтверждения беременности, риска по врожденной патологии По поводу чего? Синдрома Дауна здесь есть По большой, высокий риск развития врожденной патологии болезни Дауна Если подтвердится этот диагноз, это будет основанием для прерывания беременности При сроке 20 недель беременности Вот теперь мы должны сейчас спросить у нее Вот пока она не знала, что есть такие нарушения Вот я не доказал всем любым отрасом Бармань, дядь, не поеду Переведи ему Я вообще-то, она как мать, вообще-то готова рискнуть А вдруг, а вдруг, рядом будет А вдруг все-таки то, что мы вдвоем, неправда Вот сейчас она услыхала, услыхала, я думаю его По завершению вообще-то, если решиться на это обследование Или по рождению, а я думаю мы дождемся и мы увидим результаты Когда будет это увязываться с полигоном, это скорее всего будет увязываться Вот тогда вы услышите ответ ее отношения Вредно, безвредно, можно или нельзя И боится, не боится И боится с методом И деньги Как вы лучше всего включите? Если, значит, я знаюdit пlaughter Обогнат? Да? Как вы ответили на incarnation О том, что вы Billy Неми, мы же Добро пожаловать на наш канал. 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 Пожаловать на наш канал. Добро 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 пожаловать на наш канал. Дорога пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Что вы выбрали из анализов? Мне кажется, что там что-то не совсем полноценно, что там было сделано. Это первое, что мне нужно будет узнать. Хорошо, в точнице? Да, хорошо. И как это понять? Во-первых, по результату, как можно интерпретировать? Я лучше хотел бы. Все-таки риск очень большой нее. 70%, 2 трети. Риск в том, что будет ребенок с болезнью. Идем в рот зал, рожать честное. Полноценно. Уступаю, верю своим медикам, закиньте паспорт, я болею за будущее ребенка. Я вот сейчас именно за будущее этого ребенка болею. У нее инстинкт размножения. Разгон, разгон. Держи, держи. Ну еще, как же, не бойся, быстрей. Быстрее, быстрее, быстрее. Передева. Дима, дима, дима. Все, что ты делаешь? Касто не ебти. Когда спина, а мы едят, что может быть? Тепелет, когда дима. На лагу. Да, сейчас. Исклюнет. Естественно, сейчас и дима, дима. Естественно, клятся. Оси, да. Ага. 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 Является неудачной не следствием пьянства или следствием техногенных воздействий. Именно она жертва последствий полигона. Больше не нужно сослаться. Смотрим. Форма головы, ушные раковины. Большой родничок, нючокок, проверяем основные рефлексы физиологические. Снуковые проходы есть. Здесь тоже расщелены. Клокные губы не шутят, а суши сна. Что повезло, внешне, по крайней мере. Ну, во-первых, такие случаи говорят, еще не вечер. Все это, значит, неврологический статус, умственные, интеллектуальные вещи, которые могут быть, все это скажется, все это скажется по истечении некоторого времени. Минимум полгода, а обычно где-то с годом начинаются чистые, четкие, ясные интеллектуальные вещи проявляться. Сила-то от этой системы, которая у нас работает в профилактике. Вот теперь скажите, пожалуйста, Энтони, вот сейчас вы сидите, пытаете, битый час, меня пытаете. Вот если и если. Зачем нужно было это, если, если бы мы 12 месяцев назад обследовали бы ее, правильно? И сказали бы, рожай или не рожай. Если бы действовала закон, она бы не забеременевала. Служба планированной семьи должна запланировать, может она беременеть или не может. Вот же о чем идет разговор, вот чем суть медико-генетической службы. Профилактика. Не допустить социально нежелательной беременности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова